Научиться преодолевать свои страхи, доверять кому-то кроме себя, оставить интересы команды выше собственных. Ребятам из команды «Шанс» понадобилось для этого три соревновательных дня. Шестиклассница Лиза Чернова, чтобы не подвести своих товарищей, собрала волю в кулак и совершила сплав по реке. Больше всего мне запомнилось то, как я похорила страх воды. Мы плавали на лодке, а я очень боялась этого. На слёте военно-патриотических клубов в Глазове ребята доказали в первую очередь себе, что они настоящая команда и способны вступить в борьбу за главный приз. В этот раз не получилось вырваться в лидера, так как подготовка соперников из других городов была выше. Андрей Зоркин считает, что если учесть все допущенные ошибки, победа будет вполне достижима. Я патриот души, и мне хотелось больше познать вот этих занятий, помочь нашим участникам. На слёте с ребятами занимались опытные инструкторы и педагоги. На занятиях их обучали навыкам парашютного спорта, работе спасателя при захвате здания, мерам безопасности на воде. Но в любых заданиях проверяли слаженность действий и умение работать в команде. Максиму Зорькину больше всего запомнили соревнования верёвочного курса. На верёвочном курсе было больше 10 испытаний, и каждая из них была очень трудная. Каждая из них проверяла людей на команду. Обсуждая итоги слёта военно-патриотических клубов на занятиях, ребята всё ещё делятся впечатлениями о соревновании. Что получилось, а что нет, где нужно потянуть теорию, а где отработать практические навыки. Я планирую ещё участвовать в таких мероприятиях. Следующего мероприятия осталось ещё достаточно много времени, и я планирую за это время потянуть свою физическую форму и знания. Кроме физической подготовки, ребята участвовали и в интеллектуальных викторинах. Здесь соревновские школьники обошли своих ровесников в знаниях истории и заняли первое место в игре, посвящённой событиям Великой Отечественной войны. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.